Друг, сразу сходу лайк, если ты ждал Mi Pad 5 больше, чем Mi Mix 4. Я лично ждал Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Lite версию не показали, это не подтвердилось, но новинки получились просто какие-то космические. Я себе хочу и тот и другой планшет, мне они оба нравятся. И сегодня о всех преимуществах, фишках Mi Pad 5 я вам расскажу в этом видео. В начале у Mi Pad 5. В целом, если посмотреть на дизайн, то конечно они его скопировали у Apple. Точно такой же дизайн, если говорить о задней камере, то конечно она немножко по-другому обработана. Но в целом квадратные линии смотрятся очень-очень красиво. Есть три цвета, белый, черный, скорее всего серый и зеленый. Вот мне кажется зеленый я себе возьму, потому что выглядит интересно, красиво и очень необычно. Вообще у Xiaomi с планшетами как-то не срослось. Был Mi Pad 4, он был неплох, в принципе на 660 Snapdragon. Хороший, отличный планшет. Но чего-то глобального, интересного и со всех точек зрения навороченного никогда не было у этой компании. Поэтому я всегда предпочитал планшетам iPad. У меня у самого iPad 2018 года, я ему рад. Хотя если честно, то iOS система так себе и раньше она была гораздо лучше. Сейчас много глюков, подлагиваний, вылетов программ и много-много другого. То есть по сути MIUI или Android и iOS сейчас сравнялись по глючности, по сути одно и то же. Поэтому здесь по сути разница уже нивелировалась. Сегодня я поведаю всю разницу между Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. В чем разница? Сейчас разберемся, с вами я, Эдскрабер. Погнали. Mi Pad 5. Первое, что здесь отсутствует симка. Да, симки здесь нет, многие привыкли к этому, многие не привыкли. Но здесь очень, друзья, такой выбор. Если вы планируете симку, то Mi Pad 5 вам не подходит. Прошивка MIUI 12.5. На Android 11 все это базируется. И здесь немного собственная оболочка, которая подходит для планшета. А ее преимущество говорили на презентации. В целом все неплохо, как на iOS примерно. По экрану ходило много толков, много слухов. Но все срослось и получилось так, как нужно. 11 дюймов, 275 ppi, 120 герц. И это IPS матрица. До этого говорили, что здесь будет AMOLED. И, если честно, я был немного против AMOLED. Почему? Потому что пользуемся планшетой всегда в основном дома. То есть на улицу выходим с телефоном, а с планшетом дома сидим и так далее. Поэтому солнце или что-то в этом роде особо не мешает. И тех 500 нит, которые здесь заявлены, для дома вполне себе достаточно. Если говорить о улице и ярком солнечном свете, то, конечно, этот экран будет проигрывать. Поэтому здесь вот такое себе. Об этом не забывайте, когда убираете этот планшет. HDR10 присутствует, True Tone и Dolby Vision. По производительности здесь Snapdragon 860. Некогда он был флагманским процессором. Сейчас же, конечно, он уступает флагманским процессорам. Построен по 7 нанометрам. Видеоускоритель Adreno 640. И, в принципе, этой производительности для планшета такого уровня, конечно, будет за глаза и выше крыши. 6 гигабайт оперативной памяти. И вот, друзья, первое отличие от Pro-версии. LPDDR4X. Первое, друзья, на что вы обратите внимание, это на оперативную память. 128 либо 256 встроенной. UFS 3.1. Новая память, отлично. И камера на 13 мегапикселей. Селфи на 8 мегапикселей. И здесь этот планшет тоже прошке уступает по камерам. В чем отличие, немного дальше я вам объясню. Батарея на 8720 мАч. Очень хорошая батарея. Зарядка быстрая на 33 Вт. USB Type-C, конечно же. Wi-Fi 2.4, 5 ГГц присутствует. Bluetooth 5-го поколения. GPS, все остальные фишки. NFC, конечно же, нет, потому что с таким планшетом расплачиваться, но не всегда удобно. Сканер отпечатка пальцев на торцевой грани. Распознавание по лицу тоже присутствует. И вот, друзья, наверное, еще самое большое отличие от прошки. Здесь 4 динамика и это стерео. 4 динамика, подумайте вы, уже совсем круто. Но в прошке еще больше. 3,5 мм джек присутствует. И по звуку никаких проблем. По размерам 254,7 на 166,2. Толщина всего лишь 6,85 мм. Это неплохо. Весит 511 грамм. И самое веселое, это, конечно же, ценник. 1199 юаней, то есть в переводе на рубли 22795 рублей. Или же 308 долларов плюс-минус. Старшая версия на 256 юбайт, 26200 рублей. И в превьюшке вы увидели 299 долларов. Откуда я взял эту цифру? Друзья, объясню. Когда вышел Redmi K40 на китайском рынке, он стоил 310 долларов. И был он на 870 Snapdragon. Так вот, когда он появился на глобальном рынке в виде Poco F3, он стал стоить 299 долларов. Только по этой логике я прикидываю, что глобальная версия будет стоить 299 долларов по всяким акциям, скидкам, купонам. Все эти акции, скидки, купоны я выставляю на телеграм-канале. Обязательно туда подписывайтесь. Все ссылочки в описании и в первом комментарии. Ну и прежде чем я вам расскажу о преимуществах Pro-версии, я скажу, что здесь есть фишки, которые мы так долго ждали. Во-первых, это стилус. Докупается он отдельно, ни дорого, ни дешево, примерно 4000 рублей. Ну, такое себе. Я думал, все-таки они его в комплекте как-то будут поставлять. Также можно докупить клавиатуру. И клавиатура уложится примерно в такой же ценник. Для современного планшета это очень-очень выгодно. И чем же все-таки Pro-шка отличается от обычной версии? Во-первых, внутри Pro уже есть два планшета. Один поддерживает сим-карту, другой нет. Тот, который поддерживает 2G, 3G, 4G и 5G. То есть все направления есть. Далее проверяемся по характеристикам MIUI 12.5, Android 11. Те же самые 11 дюймов, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10 и это тоже IPS-матрица, которая здесь будет за глаза и выше крыши. Qualcomm Snapdragon 870, достаточно мощный, производительный, уступает он только 888 и плюс версия. Видеоускоритель Adreno 650. И вот отличие от обычной версии, здесь память LPDDR 5-го поколения. Либо 6, либо 8 ГБ. Встроенный 128, либо 256 UFS 3.1. То есть этот планшет идет абсолютно по максималкам. По камере большие отличия, потому что основная камера здесь на 50 Мп. Для планшета это абсолютный рекорд. Сенсор глубины на 5 Мп. Селфи на 8, в принципе этого будет достаточно. Батарея 8600 мАч, то есть чуть меньше, чем на обычной версии. А вот зарядка здесь быстрая, на 67 Вт. И для планшета, друзья, поверьте, это как никогда очень даже актуально, потому что батарея большая, заряжается долго и быстрая зарядка здесь, конечно, будет выручать. Wi-Fi, Bluetooth 5-го поколения, GPS и NFC не присутствуют в этом планшете. По сканеру отпечатка пальца он тоже встроен в торец и распознавание по лицу тоже есть. По звуку прям какое-то колоссальное отличие. Здесь 8 динамиков, друзья, 8 динамиков. Если честно, ни у каких конкурентов я не припоминаю так много динамиков. Все это должно сделать этот планшет один из самых лучших по звуку. 3,5 мм джек не убрали, Dolby, Atmos и все остальные дела. Влагозащиты не заявлены. По размерам, по сути, все то же самое. 254 на 7,166,2, 6,86 мм, толщина и весит он также 515 грамм. Версия 6,256 гигабайт, 31900 рублей. И максимальная версия 8,256, 39895 рублей. Если округлить, то в 40 тысяч рублей вы укладываетесь. Какой планшет брать, выбирать, конечно, живо. Я лично пока кашусь на прошку, потому что, в принципе, максималка. Ну и, конечно, допы надо покупать, чтобы проверить, как все это работает. Наконец-то у компании Apple появился нормальный и отличный конкурент. Следующий планшет, который мы ждем, это Realme Pad. Что они нам покажут, очень-очень интересно узнать. С вами был я, Эдскрабер. Всем респект, уважуха. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok